Рад приветствовать вас всех на новом видео. Сегодня я хочу сделать небольшой обзорчик, ребятки. Смотрите, что я купил. Это, конечно, уже в видео видно и понятно, но я недавно съездил в магазин такой под названием Walmart, и там есть большой выбор, очень большой выбор грилей, то есть вот такого вида. Это в данный момент модель Expert Grill, 17,5 инчи. Он особо не такой большой, компакт, но довольно-таки немаленький, потому что можно здесь, я в минимум, думаю, приготовить на двоих, на троих людей одновременно, то есть сразу. Видите, вот тут вот на самой коробочке нарисована там кукурузка, сосиски, там стейки отбивные, что-то такое, короче. Сегодня я хочу сделать обзорчик, во-первых, его собрать, посмотреть. Кстати, гриль нам обошелся в Walmart где-то 25 долларов. Вы прикиньте, за гриль, за вот такой вот гриль. Ну, мы сейчас откроем, посмотрим. Вот, в принципе, в магазине я его на выставочном стенде видел уже, поэтому, ну, как бы, ожидаемо то, что я знаю, что там уже, в принципе, а вы-то не знаете, потому что вы не видели. Вот, дополнительно, что я купил, купил вот такой вот гранулированный уголь, уже готовый, уже купил розжиг, можно вот распаливать, и купил вот пилочки для аромата и для барбекю самого. Вот, приступим распаковывать. Так, возьмем вот так вот, так, здесь, и вот вдоль. Сейчас откроем, посмотрим, надеюсь, все замчастие есть. Вот, так, все в подпитике, запаковано, решеточка сама идет, верхняя, стоечки, стоечки, колесики можно перевозить. Так, вот этот, я так понимаю, засовчик для пламя, верхние элементы в этой комнате и наборчик разных вот этих шурупчиков. Конструкция по сборке, чтобы было все понятно. Так, ну и сам, само вот это вот конструкция блюда. Это верхняя часть. Так. Вот так вот оно выглядит. У-у-у. Ну, металл довольно такой вот неплохой. Эксперт гриль. Ставим сюда. Даже вон можно сканировать. Какой-то этот QR-кодик есть, штрих-код. Так, хот-доги, бургер, курочка. И мяско я уже, кстати, замариновал. Хе-хе-хе. Мяско сегодня будем готовить стейки и шашлык с курицей. Так, вот эта решетка нижняя. Как понимаю, сюда нужно ставить сами угли. Потом они потихонечку клеют и выгорают, и туда все опускается. Так. И нижняя вот эта вот блюда. Ну что, приступим. Будем собирать. Вот так вот оно выглядит. Так. Что-то еще есть? А-а-а. Ну вот, еще вот такая штука нижняя. Это, наверное, чтобы под низ что-то ставить. Потому что там на картинке вроде бы так было. Так. Да. Вот здесь вот подставочка под низ. Можно что-то поставить. Чтобы на пол или на газон не ставить. Так. В общем, опилки. Рожек. Жидкий такой. Тоже эксперт гриль. Ну и угли эксперт гриль. Вот это сегодня мы все будем тестить. Сейчас будем собирать. Так. Ну, в инструкции вообще все, в принципе, просто, понятно. Все пронумерованное буквами, цифрами. Здесь все полностью до мелочейших деталей. Даже вот сами детальки. Вот эти всякие шрубчики, болтики. Все по буквочкам пронумеровано. С этой стороны, с этой. Чтобы было все понятно. Вот. Сейчас соберем нижнюю часть, в принципе. Там, где колеса. Зажмем с нижней части. Чтобы ставить и идти потихонечку вверх подниматься. А потом мы будем собирать верхнюю крышку. Сначала нижнюю. Но вот я уже достал этих четыре ручка. Чтобы просто прикрутить к ним ножки. Собрал я нижнюю часть. В принципе, довольно-таки просто. Понадобилась, правда, отвертка. В комплекте не было отверточки. Маленькой. Взял минусовую отверточку и все подкрутил. Вот в конце, чтобы оно... А так, в принципе, собирается очень довольно легко. Просто будем приступать к верхней крышке. Вот. Конструкция довольно крепкая. На колесе, как все. Металл нормальный. Единственное, что вот нюансик. Вот эта вот штучка. Видите, она никак не закруглена. Немножечко такая остренькая. Не сильно, но есть такое. Ну что, гриль собран. Все уже собрал полностью. Вот так вот он выглядит сложенным. Здесь, кстати, вот такая штучка. Смотрите, видите. Вот. Можно вот так вот зашить штучку. Раз. Если будет горячо. Просто зацепить. И все. И вот так вот. Нормальненько. Ну так. Нормально. Не знаю, почему вот эта малированная верхняя решетка, в принципе. Хотя, или она так малированная, или каким-то покрытием сделана. Так. Вот. В общем, вот так вот он выглядит. Вот. Здесь такой вот засовчик есть. Здесь есть тоже, чтобы выходил дым. Короче, довольно неплохо. Наклеечку мы сейчас тоже, наверное, отклеим. Потому что потом будет от нее след. В общем, вот так вот он выглядит. Смотрите, как я тут расположился. Неплохо. Это как раз прям вот здесь наша квартира над нами. Вот. Здесь я расположился. Здесь особо нас не видно, потому что там ходят соседи. Я здесь решил. Нормально вот эта штучка как раз пригодилась. Видите? Под мясо. Под этот. Под мясо. Вот здесь подставочка. И под кастрюлечку. Все. Я все приготовил уже. Засыпаем уголь. Вообще есть такая еще конусная штучка. специальная, чтобы уголь туда забить. И снегку распаливаешь. И он тогда полностью весь сам прогорает. Но у нас есть такой вот розжиг. Поэтому мы сейчас равномерно распределим его. Хотя не так равномерно, вернее, до кучки. Вот. Потом пропитаем его сейчас этим розжигом. Так вот. Я думаю, этого достаточно будет. На такое количество даже, наверное, многовато. Если что, в процессе добавим. Так. Берем этот розжиг. Открываем. И поливаем наш угольчик равномерно, аккуратно. Чтобы он пропитывался. Сейчас вам покажу поближе. Вот. И будет. Я думаю, все окей. Так, 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 так. Отличненько. Думаю, хватит. Берем спичечки. Так. Главное пожар не сделать. Иначе вызовут пожарных. И все. И закончится наше проживание в Америке. Взяли спичечки бумажные. Горит. О, горит. Кстати, розжиг, видите, планомерный. Я думал, знаете, сейчас вспыхнет. Нет. Так себе потихонечку. Будем сейчас потихонечку добавлять. Неплохо, неплохо. Открыл я эти щепки. Вот. Что нам нужно? Берем эти щепочки. А ну, как они на запах? Ммм, пахнут. Нормально. И берем вот сюда водичку и добавляем. Их нужно замочить. Берем, замачиваем. Еще можно немножечко. Вот так вот. Много не будет. И пропитываем их. Обычная вода холодная. Чтобы они просто не грели, они должны пропитаться. Чтобы запах был, они должны. Просто дымочек такой. Запах будет. Чтобы вкус пропитывался. Так, для чего эти щепки? Для стейков. Вот у нас стейки, кстати. С говядиной. Барашек. Короче, вот такого плана. Ну, у нас еще курочка есть. Видите как? Мы их потом положим в фольгу. Под низ на нижний уровень. И оно будет вот так вот, видите, подсушиваться. И будет испаряться единочек. И будем делать вкусненький стейк. Так, кину я тут пару дровишек. У меня тут лежало, видите, парочку. Угольки уже почти готовые. Берем наши эти, как их, господи, щепки. Так, замоченные. Они уже пропитались водичкой хорошо. И берем фольгу. В фольге. И выкладываем сюда. Так. Так. Водичку немножко процеживаем. Так, вот перелом. И выкладываем. Я думаю, что вот этого хватит. Кстати, в первый раз желательно, чтобы прожечь полностью вот этот. Вот решеточку сейчас поставим, прожгем. Чтобы оно просто прогорело все. Эта вся эмаль сошла. Там то, что заводская. И можно будет спокойно себе грилить на нем. Так что сейчас мы закроем еще. Немножечко вот прогреются угольки. Пару дощечек я кину. Кстати, половинка пошла. Половиночка, чтобы распалить вот это вот. Такое количество углей. Ну, где-то здесь. А углей, ну, немного. Процентов 20-25 пошло. Я думаю, что это нормально хватит на такое количество мяса. Вот. Все. Это я выложил. Сейчас буду закрывать вот эту вот. Поставлю решеточку сверху. Пускай она прогорает. Пропаливается. И закрою крышечкой, чтобы оно все пропалилось в первый раз. Фольгу я вот так вот завернул. Вот. Здесь открыл немножечко. И брикетики наши уже почти готовы. Будем сейчас ставить решеточку вот эту. Пускай она прогревается потихонечку. Сейчас немножечко раз этот развею. Вот так вот. Видите, оно сейчас накалится. Немножечко пропалится. И будет отлично. Закрываем мы. Пускай это немножечко вот отсюда. Видите, мы открыли. Сюда проходит, выходит. Здесь тоже мы открыем. О, смотрите, как. Видите, тяга пошла хорошая. Здесь сейчас я закрою. Вот этот вот раз. Оно быстро, кстати, уже очень нагрелось. Но металл не сильно такой плотный, знаете. Раз, закрыли. Так. Тяги нет уже. Видите. Потихонечку оно. Видите, оттуда вверх уже не идет. Такой ветерочек только боковой. Здесь можно тоже закрыть, чтобы она прогрелась нормально. Раз, закрыли. Все. И будет коптиться. Мы вот эту деревяшечку оттуда, вот эту достанем. То, что там есть. И положим туда вот эти щепки. И будет отличный гриль. Ну что, прошло где-то 10 минут. Я думаю, что он уже пропалился. Нормальненько. Открываем. Вот такие брикетики у нас получаются. Так. И будем выкладывать мяско. Вот наши стейки. На огонь. Вот так вот возьмем. Опа. О, зашкварчало, зашипело. Рецепт простой. Перчик, солька и оливковое масло. Чистый кусок мяса. Что ему еще надо? Так, берем. И выкладываем. Аккуратненько. А вот этот уголечек вот сюда поставим. Так. Как говорится, первый пошел. Вот. И закрываем его. Ну что, смотрите, что у нас получается. Сочный, сочнейший просто стейк. Вот так вот мы его переворачиваем. Ой, да ты что. Посмотрите, какой сочный стейк. Обалдеть. Так. Ух ты, шикарно. И вот сейчас можно уже добавлять наши щепочки. Чтобы он пропитался таким дымком. Решил на угли не ставить. Поставил сбоку. Сейчас просто накроем крышечкой. Вот так вот. Раз. И все. И будет щепочки немножечко подсыхать. Может даже на угольки пару штучек кинем. Чтобы вот этот вот ароматик пропитывался. Ай, красота. Вот наши щепки-то и заработали. Посмотрите. А пахнет как. Вообще. Представьте люди, которые проходят. Как им пахнет. Особенно, когда не готовишь. Знаете. Ааа. Посмотрите, какая красота. Просто супер. Обалдеть. Правда? Так. Возьмем и перевернем. Сочный. Просто сочнейший стоит. Бомба. Бомба. Еще, я думаю, 3-4 минуты и можно будет снимать. Класс. Погодка супер. Мясо огонь. Напишите комментарии, чтобы вы какой-то рецепт. Может быть маринад. Как вы готовите мясо. Очень интересно. Кстати, я бы с удовольствием почитал. Ну, вообще. Я, кстати, не знаю, можно ли на углях или открытом огне возле дома. Я знаю, что в парке можно, а вот здесь нет. Главное, чтобы еще никто 911 не позвонил. Вот это было бы веселухо. Пришло время пробовать. Открываем. Три, два, один. Опа. Как вам? Это еще не готово. Это я только поставил. Так вот. А вот стейк уже. Я вот сейчас один попробую. Взял вот такой вот соус в барбекю. Вот. И сейчас мы будем пробовать. Берем один кусочек. Так вот. Наверное, вот сюда поставлю камеру. Так. Раз. Берем кусочек. Посмотрите, он прям стекает. Просто с него стекает сок. Класс. Запах просто обалденный. Да вы что? Это, по-моему, идеальный стейк. Ничего лишнего. Там никаких специй. Вот это вот. Смотрите, как он выглядит. Кусочки. Пробуем. Самое главное, что он сочный получился. И все хорошо. То есть, там не сгорел ничего. Я люблю, когда такой прожарки сам стейк получается. Ну и вообще, мясо хорошее. Смотрите, сочное получилось. И сверху поджарилось, короче. Вот такое мне нравится. Так что, довольно-таки неплохой гриль. Можно пользоваться спокойно. Не какой-то там супер, конечно. И так далее. Не на газу. Но своих денег оправдывает. За 25, за 26 долларов с таксой. Это, по-моему, вообще супер. Ну что, ребят. В принципе, видео подходит к концу. Курочку я там уже без вас дожарю. И будем кушать. А вы подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Будем снимать дальше какие-то обзоры. Готовить вкуснятину. Вот, возможно, вот в таком вот гриле. Вот. И пишите ваши комментарии. Все. Всем до скорой встречи. Всем пока.